Девушки отдыхают 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 Представьте, друзья, на календаре 1956 год Чуть больше десяти лет назад окончилась Великая Отечественная война Полным ходом идет восстановление разрушенного хозяйства Строятся дома, школы, сады, больницы Но подросли дети послевоенного поколения. Им необходимо дать не только хлеб насущный, но и открыть двери в мир прекрасного. Таким миром для химкинских ребятишек 50-х, 50-х годов, стала музыкальная школа. Размещалась она на улице Энгельса в маленьком двухэтажном еще довоенном строении. Но по тем временам это было бесценное хозяйство, храм, музыки и танца, вокала и художественного творчества. Возглавил ее Борис Ильич Будницкий, первый директор школы. Много сил, времени, лет жизни он отдал на то, чтобы школа обрела новый дом, тот, который мы все знаем, любим, чтим и уважаем. 50 человек было в первом наборе воспитанников школы, а сегодня их 3000. Таков путь длиной в 65 лет. И он продолжается. Внимание на экран. И дал нам создатель пять чувств. Слух, осязание, обоняние, вкус и зрение. Дал он нам голос и музыкальный слух. Научил чувствовать ритм и дал эмоции, чтобы сопереживать и уметь чувствовать музыку, картины, танец. Мы видим, как наши дети танцуют перед телевизором с импровизированным микрофоном в руке, рисуют первые картины с самого раннего возраста. И подрастая, дети тянутся к обретению гармонии, хотят научиться делать искусство профессионально и стараются сильнее. И находятся в поиске места силы. Мы, как родители, знаем, куда направить их энергию. И выбираем лучшее из мест, по нашему мнению. За основами искусства мы пойдем к профессионалам. Людям, которые отдали всю свою жизнь ради любви к искусству и любви к нашим детям. Для нас, для преподавателей, работа в Центральной детской школе искусств – это не только работа, это образ жизни. В нашей школе 65. Она не изменяет своим традициям. Она была задумана и построена первым директором школы Будницким Борисом Ильичем. С любовью, масштабом и красотой здания того времени. С верой в роль в жизни города и сохраняет статус в современности. В свои 35 лет директора школы и 30 лет в составе работы Совета депутатов пришлись на интересные годы. Был опыт, было понятие автономии, было сохранение планов с развитием общества. Со мной был большой творческий коллектив преподавателей. Передаем эстафету. Аж в настоящее время радует, что молодой состав руководителей школы очень работоспособен, творческий, с отличным профессиональным образованием, с владением современными средствами организации работы. А рядом в руководстве опытные профессионалы, знатоки своего дела, мастера. Генеральная линия школы – каждый ребенок учащийся большого коллектива. Именно поэтому в нашей школе есть четыре большие оркестра. Оркестр русских народных инструментов «Русская мозаика», оркестр баянистов-аккордеонистов «Гармоника», струнный оркестр и оркестр духовых инструментов «Юнион Бэнд». Четыре из них признаны московскими областными образцовыми детскими коллективами. В нашей школе работают три образцовых хореографических коллектива Московской области. Восемь хоров. В школе трудится свыше 170 сотрудников. Из них 135 – преподаватели и концертмейстеры. Благодаря их высокой профессиональной работе ежегодно около 500 учащихся становятся лауреатами, обладателями гран-при, конкурсов различного уровня. В копилке школы 12 медалей молодежных дельфийских игр России. Из года в год, изо дня в день, Центральная детская школа искусств нашего любимого подмосковного города Химки расширяет свои горизонты. Талантливые и профессиональные педагоги, замечательные творческие дети, Союз академического образования и новаторства, Культура поколений, Воспитание любви к искусству, Малой Родине и России. И все это мы. Центральная детская школа искусств городского округа Химки. Достояние российского государства. Наш праздничный концерт продолжает образцовый детский коллектив Московской области Оркестр русских народных инструментов «Русская мозаика». Солистка, лауреат международных конкурсов Людмила Негреева. «Течет река Волга». «Течет река Волга». «Течет река Волга» «Течет река Волга» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Другой мальчишка Дима Торзок 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 Калинка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Елена Михайловна Харламова. Добрый день. Мне очень приятно находиться в этом зале. Я, честно говоря, даже не думала еще сегодня утром, что изменю свой график и приеду. Но у нас вчера было очень важное событие. Случилось оно в Большом театре России, где министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова награждала лучшей школой. И если вы не знаете, в России больше 5000 детских школ искусств. И вчера ваша школа, ваша школа, ваша школа, еще раз повторю, стала лучшей школой в России. У нас в этом году две победы. У нас в образовании... У нас в образовании директор стал наш подмосковный лучшим директором страны. И буквально через месяц у нас наша детская школа искусств становится лучшей школой России. Мы очень горды. Это абсолютно заслуга коллектива, учеников, родителей. То есть это в любом случае совместный труд, совместная любовь и отношение к тому, что происходит в школе, как учат и так далее. Я хотела бы поблагодарить и на вас. Вы год работаете, но вы мне сейчас рассказывали, что вы с 4 лет в школе за то, что вы продолжаете это дело, что вы не роняете эту планку, а у вас есть планы еще выше и выше стремиться. И, Валерий Алексеевич, низкий поклон, потому что именно вы уже почти 40 лет сделали эту школу такой, какая она есть. Это ваша абсолютно заслуга и ваших коллег, которые работают. Мы здесь в этой ситуации, знаете, меняются министры с года в год, а люди, педагоги остаются. Поэтому благодарность всем огромная. Я приехала не с пустыми руками, мы приехали, естественно, с нашими наградами, чтобы поддержать и поблагодарить, и поздравить педагогов. Я, наверное, сейчас попрошу помочь мне помощников. Да? Спасибо. Восстановлением губернатора Московской области благодарность губернатора Московской области за плодотворную просветительскую деятельность, большой вклад в развитие дополнительного образования в сфере культуры Московской области вручается коллективу Центральной детской школы искусств городского округа Химки директор Монастырская Инна Валерьевна. Слово директору Центральной детской школы искусств депутату Городского совета депутатов Инне Валерьевне Монастырской. Уважаемые гости! Действительно, вчера для нас состоялась грандиозная победа. Это очень серьезный конкурс. Мы всем коллективам очень серьезно к нему подготовились. И для нас это признание многих десятилетий работы, нашей любви к детям, профессионализма наших преподавателей. И я от всей нашей школы хочу сказать большое спасибо губернатору Московской области Воробьеву Андрею Юрьевичу, Министерству культуры Московской области, лично вам, Елена Михайловна, за то, что вы создаете и реализуете такие уникальные проекты, которые позволяют выявлять талантливых детей, поддерживать их. Они имеют возможность выступать на Дельфийских играх России, они имеют возможность становиться стипендиатами губернатора, стипендиатами различных фондов. И также, конечно, сказать большое спасибо администрации нашего города в лице главы города Волошина за поддержку культуры города, за поддержку нашей школы. Ура! Спасибо, Инна Валерьевна! Благодарность губернатора Московской области вручается преподавателю по классу Фортевиана Центральной детской школы искусств городского округа Химки Павлючик Людмиле Михайловне. Поздравляем Людмилу Михайловну! Благодарственным письмом губернатора Московской области за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм и большой вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения награждается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центральной детской школы искусств городского округа Химки Благодарственным письмом губернатора Московской области награждается преподаватель по классу баяна и аккордеона Центральной детской школы искусств городского округа Химки Соколова Елена Владимировна Распоряжение Министерства культуры Московской области почетный, грамотный, заплодотворный труд, высокий профессионализм и большое вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения Подмосковья награждается преподаватель художественных дисциплин Центральной детской школы искусств городского округа Химки Глубокова Оксана Николаевна Почетной грамотой Министерства культуры Московской области Награждается преподаватель по классу скрипки Центральной детской школы искусств городского округа Химки Иванова Светлана Анатольевна Почетной грамотой Министерства культуры Московской области Награждается преподаватель по классу саксофона Центральной детской школы искусств городского округа Химки Иванова Светлана Викторовна Отчетной грамотой Министерства культуры Московской области Награждается преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Клавишных и электронных инструментов Центральной детской школы искусств городского округа Химки Самойлова Елена Владимировна Благодарственным письмом Министерства культуры Московской области За плодотворный труд, высокий профессионализм и большой вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения Подмосковья Награждается преподаватель эстрадного вокала Центральной детской школы искусств городского округа Химки Бабицкая Марьяна Владимировна Благодарственным письмом Министерства культуры Московской области награждается Преподаватель хореографических дисциплин Центральной детской школы искусств городского округа Химки Казарина Надежда Алексеевна Благодарственным письмом Министерства культуры Московской области Награждается преподаватель по классу фортепиано Центральной детской школы искусств городского округа Химки Румянцева Надежда Ивановна Министерства культуры Московской области Добавляем вас заслуженными наградами А сейчас общие фото Можно я перед общим фото, наверное, последние слова скажу Я говорю на протяжении этого года везде 200 лет Федору Михайловичу Достоевскому Я недавно прочитала у него в дневниках писателя очень важную, мне кажется, мысль Он пишет о том, что мы более всего любим будущее, а дети и есть будущее То более всего в этой жизни мы любим детей Поэтому все, что мы делаем, мы делаем детей Я вас низкий поклон Поздравляю! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 и областных конкурсов «Спередок» от Си Дмитриадис. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 А на сцену приглашается заместитель главы городского округа Химки и Теслева Ирина Михайловна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дорогие химчане, уважаемые гости! Вы знаете, мы готовили яркие и проникновенные речи для того, чтобы выразить свою любовь, уважение и признание нашей Центральной детской школы искусств, нашего любимого городского округа. Но на сегодняшний день я могу только сказать, что это подтверждено документально, во всех средствах массовой информации, везде, на всех таблоидах, ЦДШИ, ХИМАК, лучшие. И этим все сказано. Вы лучшие! И с этим я вас от всей души поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ И вы знаете, вот 65 лет, большая история, и каждый, кто работал, учился, творил в этой школе, каждый внес неоценимый вклад. Но для меня, как и для многих химчан, тех, кто учились в этой школе, кто водил детей, внуков, родственников, сам туда приходил с удовольствием, это все-таки школа искусств чудинская. Я хочу, чтобы Валерий Алексеевич присоединился ко мне. Я хочу держать за руку этого великого человека судьбы тысяч детей, которым он дал путевку в жизнь. Дал им самое главное. Творчество – это большая любовь, это большое искусство, и это то, что делает твою жизнь ценной, наполненной и успешной изначально. Валерий Алексеевич – почетный гражданин городского округа Химки, и это звание действительно народное. И я искренне благодарю от лица главы городского округа Химки, от Дмитрия Владимировича Волошина, в лице Валерия Алексеевича, весь коллектив, всех, кто принес эту славу нашей школе искусств. За славу никто не гнался. Но когда вложена душа, когда вложено сердце, то результат, конечно же, приходит. Разрешите мне зачитать слова благодарности, уважения от нашего главы, от Дмитрия Волошина. Уважаемый коллектив Центральной детской школы искусств, от имени администрации городского округа Химки и себя лично поздравляю вас с 65-летием образования. Примите самые искренние поздравления и пожелания процветания учреждения. Желаю любознательных, работоспособных и ответственных учеников неуклонного движения к новым победам. Они будут еще выше победы. к достижениям высоких результатов и много лет уверенной деятельности. Пусть всегда будет возможность для реализации грандиозных планов и покорения новых горизонтов. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Вы знаете, я очень верю в преемственность и в сохранение лучших традиций. И, конечно же, когда опытнейший руководитель передает свое детище, ну как ребенка, молодому, энергичному, яркому, талантливому, это большой риск, но и большая победа. И я хочу вручить это поздравление от главы, директору, руководителю Центральной детской школы искусств Монастырской Инне Валерьевне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и самое главное, Спасибо. Спасибо за эту победу, за этот венец и за это подтверждение, что химки лучшие в России. А сейчас церемония награждения. Почетным знаком администрации городского округа химки за вклад в развитие городского округа химки награждается Баранов Денис Александрович. Художественный руководитель и основатель образцового детского коллектива Московской области, оркестра русских народных инструментов «Русская мозаика». Почетным знаком администрации городского округа химки за вклад в развитие городского округа химки награждается Ягжова Лилия Анваровна. Художественный руководитель образцового детского коллектива хореографического ансамбля «Юность». Заслуженный работник культуры Московской области. Почетным знаком администрации городского округа химки за вклад в развитие городского округа химки награждается... Шабарчина Наталья Евгеньевна. Преподаватель по классу фортепиано в высшей категории. Методист фортепианной секции Химкинского методического объединения. Почетным знаком главы городского округа химки с благодарностью от главы награждается... Замиланская Елена Алексеевна. Преподаватель по классу флейты в высшей категории. Создатель и руководитель ансамбля флейтистов Центральной детской школы искусств городского округа химки. Почетные грамоты администрации награждаются... Сельская Людмила Алексеевна. Преподаватель хоровых дисциплин. Заведующий отделом хорового пения и руководитель сводного хора. Создатель и руководитель хора Жаворонушки. Почетные грамоты администрации награждаются... Четверякова Марина Владимировна. Преподаватель по классу фортепиано в высшей категории. Заведующая отделом хорового фортепиано. Дограждается Салуянова Наталья Анатольевна. Преподаватель по классу фортепиано. За годы работы проявила себя как инициативный творческий преподаватель, знающий и любящий свой предмет. Награждается... Зеленкова Тамара Валерьевна. Преподаватель хоровых дисциплин высшей категории. Является руководителем хоров Ника и Млада. А также преподавателем дошкольного отделения Мир Искусства. Где работает по собственным авторским программам. Награждается Мартынова Татьяна Юрьевна. Секретарь учебной части. Специалист высокого класса. На протяжении многих лет активный помощник администрации Центральной детской школы искусств. От всей души поздравляем вас заслуженными наградами. Спасибо, Ирина Михайловна. Слово депутату Московской областной думы Михаилу Михайловичу Раеву. А также слово заместителю председателя Совета депутатов городского округа Химки Александру Павловичу Тринову. Хочу сказать огромная, колоссальная космическая победа. Вы лучшие в России из 5000 школ. Конечно, за всем за этим стоит огромная, колоссальная работа, которую вы делаете каждый день. Валерий Алексеевич, я вас хочу поздравить в первую очередь, как человека, который большую часть жизни посвятил именно детской школе искусств, который воспитал много талантливых музыкантов, пепцов. Я хочу поздравить звездный состав педагогов школы, потому что только звезды воспитывают звезд, по-другому быть не может. Вы сегодня уже достигли пика совершенства, вы победили во всей стране, но вам осталось только покорить мир. Поэтому я сегодня от всей души поздравляю с юбилеем и с вашей грандиозной побегой. С праздником вас! Добрый день, дорогие друзья, химчане, гости нашего города. Вы знаете, каждый раз, когда присутствуешь на выступлениях коллективов нашей детской школы искусств, удивляешься, какое же количество талантливых детей у нас живет в городе, в области, в стране. Но, и понимаешь другое, а сколько надо сил, умения, желания, терпения, сколько надо сердца вложить, чтобы найти этот талант, помочь ему подняться, развиться и достичь тех высот, которые, как мы видим, они достигают. И это все сделано руками, сердцем преподавателей, руководителей нашей детской школы искусств. Это замечательно. Мы как-то с Валерием Алексеевичем пытались посчитать, а сколько же детей за эти годы прошло через нашу школу. Вы знаете, где-то на, по-моему, пятом десятке тысяч мы перестали, потому что поняли, что это огромное количество, это практически весь молодежный состав нашего городского округа. Это замечательно. Это просто удивительно. И сегодня, правильно Михаил Михайлович сказал, уже в рамках России мы достигли всех высот. И уже именно поэтому мы из той маленькой школы на улице Энгельса превратились в национальное достояние России. Но теперь осталось только побороться и завоевать знания, наверное, культурного достояния мира в рамках ЮНЕСКО. Я думаю, что это нам по плечу, вам по плечу. Поэтому всем желаю здоровья, здоровья, сил, терпения и любви к нашим детям. Спасибо. С праздником вас! Церемония награждения продолжается. Можешь еще два слова добавить? Я немножко упустил, волнуюсь. Я сегодня хочу еще поздравить родителей, сказать им большое спасибо за их терпение и за их веру в детей. А ибо вот именно вера детей позволяет им добиваться наивысших результатов. С праздником еще раз! Спасибо большое! Продолжаем! Почетные грамоты Московской областной думы награждаются Горбунова Таисия Николаевна! Выпускница школы, преподаватель по классу баяна-аккордеона высшей категории, ветеран труда, почетный работник общего образования Российской Федерации. Поздравляем вас, Таисия Николаевна! Награждается Гурова Лилия Владимировна! Преподаватель по классу фортепиано высшей категории, много лет успешно заведовала фортепианным отделением Центральной детской школы искусств. Встречайте! Награждается Лисина Светлана Анатольевна! Преподаватель по классу фортепиано высшей категории, заведующая фортепианным отделением. Давайте поддержим! АПЛОДИСМЕНТЫ Награждается Махова Вера Кузьминична! Преподаватель по классу Баяна Аккордеона высшей категории, является председателем правкома профсоюза Центральной детской школы искусств около 20 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Награждается Цветкова Марина Владимировна! Преподаватель по классу фортепиано высшей категории, постоянно находится в поиске новых методов обучения, позволяющих привить огромный интерес и любовь к занятиям на фортепиано. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Награждается богословская Олеся Геннадьевна Ведущий преподаватель высшей категории по классу фортепиано Ежегодно в копилку школы приносит наибольшее количество лауреатов разного уровня Дипломом Московской областной думы награждается коллектив Центральной детской школы искусств Приглашаем на сцену директора школы Монастырскую Инну Валерьевну На вручение Спасибо, спасибо вам большое, Михаил Михайлович Спасибо, Александр Павлович А сейчас мы хотим пригласить на сцену человека-легенду С именем которого связано 35 лет творческой жизни, успехов и побед школы Почетный гражданин городского округа Химки Заслуженный работник культуры Российской Федерации Награжденный медалью ордена Ивана Калиты Валерий Алексеевич Чудин АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья Мне доставляет большое удовольствие, что 65 лет школы со дня основания детской школы искусств мы поразднуем вместе с нашим трудовым коллективом, с нашей командой Центральной детской школы искусств, которые за все эти годы, ну, полхимок, наверное, обучили. Наши учащиеся сейчас работают не только в Москве, но и за рубежом есть работают и специалисты высокой категории. Преподаватели составляют это выпускники Московской консерватории, Гнесинского института и других ведущих вузов Москвы. И эта победа, которая вчера была объявлена, это победа всей команды, всего творческого коллектива. Спасибо вам, дорогие родители, за то, что ваши дети всегда творчески относятся ко всем трудностям нашей работы с коллективами, потому что каждый ребенок участник какого-то творческого коллектива. И можно сказать, вот у нас оркестр русских народных инструментов 100 человек, духовой оркестр 50, ансамбль скрипачей, оркестр, который вы видите, тоже там 50 человек идет, считается. То есть такие творческие коллективы. Ну и хоровых коллективов вы уже слышали достаточно много. Хореография – это особая площадка работы детской школы искусств. Три творческих коллектива, три педагога, заслуженную, имеют награду. И вы, в общем-то, наверное, видите на отчетных концертах большие, длительные и продолжительные концерты от трех до четырех часов. С праздником вас, дорогие родители, коллеги и все присутствующие в данном зале. Большое спасибо директору школы за ту поддержку, которую она, в общем-то, оказывает всем преподавателям. Спасибо, Валерий Алексеевич. А сейчас на сцену приглашаем заслуженного работника культуры Российской Федерации, кандидата педагогических наук, директора Московского губернского колледжа искусств Равиля Алиевича Хусейнова. У нас хорошая традиция. Мужчины выступают, а женщины носят подарки. Я хочу сказать, что вот эта цифра 65, она символическая. Вот есть такая информация и статистика такая, что на земном шаре проживает 7,8 миллиарда человек, а до 65 лет доживает только 8%. И я вхожу в эти 8% и могу сказать, что я счастлив тем, что я знал всех четверых директоров этой школы. И Боря Будницкого, и Миша Ворожеева. Дружу с семьей Валерия Чудина. У него замечательная дочка. Но хочу выступить нетрадиционно и хочу поздравить. Вот Валер, он как папа в этой школе, дочка как дочка. А хочу поздравить маму. Валентина Петровна, она в зале. Валерий Алексеевич, я тебе хочу открыть одну тайну. Вот мы любим друг друга уже очень давно. Я поступил в институт, когда мы вместе работали, начинали на картошке наши, вот творческую деятельность. Замечательный человек, красавица, умница. Потом она мной руководила немножко, я у нее в ансамбле играл. Замечательный музыкант и самый творческий человек, который я встречал на этом свете. Валя, мне, знаешь, напоминает вот сегодня, есть такой фильм замечательный, Максим Перепелица. Помните, когда это провалился Максим в колодец, а его там папа ругал, а потом дед пришел и сказал, спасибо тебе, батько, за сына такого. Вот спасибо тебе за сына вот такого в лице Валерия Алексеевича и за замечательную дочку. Не надо стесняться, что она дочка, она замечательный вот музыкант, замечательный человек. А где дочка? Я вам что хочу сказать. Ну, хватит хлопать, мне уже тяжело стоять здесь. Я вам что хочу сказать. Вот моя любовь от Валя тихо перешла к дочке, потому что она моложе. Поэтому, вот, мне кажется, это вот самая лучшая преемственность, которая может быть в нашей стране. Здесь нет элемента коррупции. И самое главное, я говорю, что у нас ведь это... Да, все, хватит, не держи. Мне уже плохо. Вот. Я хочу сказать, что об этом не сказали. Вот, Химки – это столица культуры Московской области Российской Федерации. Здесь находятся три замечательные школы, вот, которые я знаю, дружу тоже. И вот школа Верстовского, и насходняя школа, и вот ваша школа, да. Здесь замечательный колледж, и есть замечательный институт, но вот, который пытается до нас дотянуться. Вот, поэтому всем огромное спасибо. Сейчас, секундочку, букет дай. Букет от Вальфа. Вот только что вы видели, как бороться с коронавирусом. Спасибо. Спасибо, Равель Алиевич. Спасибо. Равель Алиевич. Спасибо. Равель Алиевич. Равель Алиевич. Равель Алиевич. Равель Алиевич. Лошади come true, we're taking over you This is the greatest show Oh, the last time we come, this renegade in the mood Oh, the last day we come, let the club know the circle's king Don't fire, it's coming for a ride in action It's only this moment, don't give up a drop on Don't fire, now we're shining in the future, let you go Just be ready, cause we're coming, we don't wanna go When it's coming in all the colored lights When it's runaway, it's not running tonight The gospel comes true, it's taking over you Oh, this is the greatest show He's lying out, he won't come down And the sun can't stop us now Watching it come true, it's taking over you Oh, this is the greatest show It's everything you'll ever want It's everything you'll ever need And it's here to run in front of you This is what you want, you want me It's everything you'll ever want It's everything you'll ever need And it's here to run in front of you This is what you want, you want me Hey, 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 this is what you want me This is what you want, you want me This is what you want, you want me This is what you want, you want to die And the runaway, they're running tonight The gospel comes true, it's taking over you Oh, this is the greatest show We're lying out, we won't come down And the walls can't stop us now Watching it come true, it's taking over you This is the greatest show This is the greatest show This is the greatest show Друзья, с праздником вас поздравил вокальный эстрадный ансамбль «Глория» Юбилей школы не оставили без внимания многие общественные и государственные организации Бывшие ученики школы, разбросанные жизнью по городам и странам тоже тепло поздравили Alma Mater с выдающимся юбилеем Пришла весточка из далекой Австралии от Ирэн Жуховицкой, преподавателя класса фортепиано Из Израиля от Марии Куниной, преподавателя по классу скрипки Из Мюнхена от Людмилы Рижской, преподавателя хорового отделения Из Милана от Ольги Захаровой, скрипачки театра «Ла Скала» Теплые слова поздравления, трогательные воспоминания пожелания дальнейших успехов на звездном пути школы звучат из всех этих посланий Нам остается лишь присоединиться к ним Праздничный концерт продолжает лауреат международного конкурса Сергей Павлов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Уж такими звездами, которые собрались под крышей нашей школы искусств, гордиться может каждый химчанин, не только педагоги. На сцене лауреат международных всероссийских и областных конкурсов Тихон Комлеев. Вот в тону взрослым парнем, и буду я пожарным, и ты замрешь, увидев, как я с огнем борюсь, а может, в цирке местном, став клоуном известным, тебя заметив в зале, непрежно поклонюсь. Вот тогда ты пожалеешь кулакова, Что мне ранец свой носить не доверяла, Что за бордой одной ты сидела не со мной И так много о себе воображала. А может быть, я буду искать в пустынях руды, И радио объявит, что я их там нашел, А может быть, плечистым я стану хоккеистом, И в матче олимпийском забью победный гол. Вот тогда ты пожалеешь кулакова, Что мне ранец свой носить не доверяла, Что за бордой одной ты сидела не со мной И так много о себе воображала. А может быть, я стану отважным капитаном, Открою новый остров, объехав целый свет, А может, утром хмурым стартую с Байконура, Я высаживаю кулакова, И так много о себе воображала. Что за бордой одной ты сидела не со мной И так много о себе воображала. Аплодисменты 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 Спасибо. 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 В исполнении оркестра баянистов-аккордеонистов «Гармоника» прозвучало произведение Георгия Сверидова «Время – вперед». А сейчас Тихон Хренников «Московские окна». Тихон Хренников «Московские окна» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ В канун юбилея школа выпустила печатное издание «Юбилейный альманах». В нем собраны воспоминания о школе бывших учеников, преподавателей, родителей и самих воспитанников. Трогательные и искренние, они раскрывают истинную любовь и человеческую привязанность к общему дому, родной школе. А сколько тепла и нежности в них! Как велика благодарность судьбе, что свела авторов воспоминаний с этим удивительным домом. Домом истинного искусства, творчества и вдохновения. В нем жизнь школы и ее дыхание. Думается, этот альманах станет историческим событием для школы и сегодня, и в будущем. Вот только несколько строк из него. Школа искусств – это место, которое навсегда оставляет след в душе. Я очень много приобрел в этих стенах и часто вспоминаю время, проведенное здесь. Или вот еще. Если в вашем классе есть хотя бы один ученик, который со всем своим открытым сердцем приходит к вам и ждет следующей встречи, значит, ваш жизненный путь истинен. Самая большая награда – счастливые глаза детей, заслужить их любовь бесценно. Кого я должна благодарить за наполненное детство? Яркие эмоции, детские воспоминания. Маму в первую очередь. Ведь она привела меня сюда. А еще своего педагога Людмилу Михайловну Егорову. Эту богиню из другого измерения. Она вдохновляла нас и поднимала наше творчество на высокую ступень совершенства. Благодарим вас, Людмила Михайловна. Вспоминая годы учебы, а потом работы в школе, благодарю всех, с кем меня свела судьба. Кто дал возможность стать неотъемлемой частью страны под названием «Центральная детская школа искусств». Друзья, поверьте, эти воспоминания можно цитировать долго, но не умолим ход времени. И мы продолжаем наш ювелейный концерт. Встречаем лауреат международных и областных конкурсов, образцовый детский коллектив Московской области, духовой оркестр Юниор Бэнд. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мгновение счастья и волнения странного И детский смех, и труд учителей Все это, словно прожитое заново, Слилось сегодня в слове юбилей. Неповторимость каждого мгновенья Лишь только школа нас в памяти хранит И вот сегодня день ее рождения, Что взрослых и детей объединит. Звали девушку по отчеству Семеновна И не зря молва народная гласит Очень трудно ей жилось, но все равно она Лучше всех писать умела на России. Под перестук выходит в круг Смотри, да не дыши Семеновна, Семеновна, А ну давай, давай, погреши Семеновна, Семеновна, А ну давай, давай, погреши Семеновна, А ну давай, давай, погреши Семеновна, А ну давай, 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 on guard Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Встречаем на сцене Глауреат международных и областных конкурсов Камерный оркестр Крещендо Уроженский руководитель тележур Светлана Анатольевна Иванова Фантазия на темы Рахманинова В обработке Светланы Анатольевны Ивановой Светлана Анатольевна Иванова 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 Хабанера Голубка Анатольевна Иванова Анатольевна Иванова Анатольевна Иванова Анатольевна Иванова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Присутствуют, дорогие, уважаемые коллеги, гости, директора детских школ искусств, наши друзья. Мы просим вас подняться, пожалуйста, на эту сцену. Я знаю, что у вас приготовлены поздравления, теплые слова. Это традиция. Поэтому мы приглашаем вас на эту сцену и поддерживаем вас теплыми аплодисментами. Всегда так поздравлений продолжаем. Добрый вечер. Мне особенно приятно находиться на этой сцене. Дело в том, что я в данной школе отработал 20 лет. И поздравляю, можно сказать, мою родную школу также с этой прекрасной датой. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, примите наши самые теплые поздравления в связи с юбилеем вашей школы. 65 лет предупречной и качественной работы. За это время вами пройден непростой, но замечательный путь, насыщенный творчеством и созиданием. Пусть этот храм творчества воспитает еще не одно поколение талантливых мастеров своего дела, которые будут дарить людям радость общения с прекрасным миром искусства. Желаем вам успехов, процветания, талантливых и водоидческих учеников, новых побед, свершений и движения только вперед. С колбом. Добрый вечер, дорогие друзья. С радостью поздравляю нашу замечательную школу с юбилеем. Но вчерашнее объявление общероссийского признания, лучшая школа Российской Федерации, это был верх радости, верх подтверждения, достижения профессионализма ваших преподавателей, ваших учеников, ваших родителей, чья поддержка очень-очень-очень значима. Как бы нам не знать бы, дорогая Инночка, какой-то огромный труд, какая ответственность. Валерий Алексеевич, я вас от души поздравляю. Это тот случай, когда природа не отдыхает на детях, а продолжает трудиться. Судящее время говорим, что от детской школы искусств имени Герстовского и от себя лично от всей души мы вами гордимся и очень-очень рады вашим победам. Дальнейшего процветания Центральной детской школы искусств городского округа Химки Московской области выходите уже на европейское и международное значение ваших побед. С победой! С юбилеем! Дорогие друзья, более 55 лет назад в Клину, недавно до того открывшемся концертном зале, состоялся концерт четырех школ питерского направления Московской области. И, конечно, уже с тех пор, хотя я была совсем маленькой, представляю Медельевскую детскую школу искусств, я поняла, что флагман — это Химки. И с тех пор мы даже жить неразрывно связаны, и мы даже сегодня без адреса дорожественного, потому что между родными людьми и близкими не принято. Мы всегда вами восхищаемся, преклоняемся, и вы всегда для нас образец. Мы представляем весь Медельевский город Крым, к сожалению, ворога, с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. Спасибо вам, дорогие коллеги и друзья, спасибо за темные слова и вашу поддержку. А наш праздничный концерт продолжает номер лауреата международных и областных конкурсов «Марии Яновой». Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 На сцене лауреат международных всероссийских и областных конкурсов ансамбль скрипачей «Вдохновение». «Вдохновение» 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 А наш праздничный концерт продолжает лауреат областных конкурсов «Хоровая капелла мальчиков». Мальчишеская дружба 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 Спасибо большое за Ваше поздравление. А наша концертная программа продолжается. Встречайте на сцене образцовый детский коллектив Московской области, хореографический ансамбль «Росток». Встречайте на сцене образцовый детский коллектив Московской области, хореографический ансамбль «Росток». Встречайте на сцене образцовый детский коллектив Московской области, хореографический ансамбль «Росток». ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует... 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 О чём мечтают дети на планете? Чтоб люди были дружбой сильны, сильны. И чтоб на белом свете все взрослые, как дети, планету нашу были влюблены. И чтоб на белом свете все взрослые, как дети, планету нашу были влюблены. Мы быстро вырастаем из наших детских книжек И каждому сияет счастливая звезда Спросите у девчонок, спросите у мальчишек Какая их заветная мечта О чем мечтают дети на планете Чтоб люди были дружбой сильны, сильны И чтоб на белом свете все взрослые, как дети Планету нашу были любиты Мы дальнюю дорогу возьмем попутный ветер Друзьями все прекрасны, поселим без труда Спросите у нас все вместе, ребята вам ответят Какая их заветная мечта О чем мечтают дети на планете Чтоб люди были дружбой сильны, сильны Чтоб на белом свете все взрослые, как дети Планету нашу были любят АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз! ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ДОРОДИСМЕНТЫ Мы — единое целое, и дождь, и облако вере, и всё, что прожит нам пройдено, никем на свете не делимо. Мы — единое целое, и все, кто верит примеру, и дождь, и облако вере, и все, что прожит нам пройдено, никем на свете не делимо. И дождь, и облако вере, и все, что прожит нам пройдено, никем на свете не делимо. Пусть у нашей школы и впредь будет широкий прямой путь, пусть идут по этому пути наши ученики, уносят с собой во взрослую жизнь частицу души своих педагогов, свою «Альма-Мадер». А на смену им пусть приходят новые дети, новые талантные звезды, новые открытия. Всего самого дорогого, дорогая школа. До новых встреч и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok